Здравствуйте, мы на Политбюро, я Инга Мизеря, со мной Леонид Швец, политические обозреватели. Леонид, здравствуйте. Здравствуйте. На этой неделе очень активно обсуждалась ситуация со схемами, с нападением на группу, скажем так, организованную, санкционированную руководителем Украэксимбанка Евгением Мецгером. И вот он опубликовал сегодня у себя извинения. Я просто хочу зачитать небольшой момент, чтобы мы его с вами обсудили. Події, что сталися в моем рабочем кабинете 4 жовтня 2021 года, и были сгодом опубликованы выданием схемы, с моего боку, они неприпустимы, и стали шоком не только для громадской общественности и журналистской спинной, но и для меня. На ваш взгляд, извинения такого характера очень удивительные. Да, я вот такое прилагательное назву. Насколько они помогут, насколько мы увидим, что в принципе будет расследование, то, что он сейчас отстранен, это закончится чем-то поучительным для всех остальных, кто желает с журналистами, расследователям, да с любыми журналистами вести себя именно так? Ну, первое, это совершенно понятно, что это бла-бла-бла, так, чтобы отвязались. Это однозначно. Я не я? Да, 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 да. Ну, нет, нет, ну вы хотите, вот нате вам, да, то есть отвяжитесь. Вот хотите, чтобы я покаялся, вот я покаялся. Это очевидно, то есть вчерашнее поведение никак не свидетельствует о том, что это раскаяние сколько-нибудь искренне. Первый момент. Второй момент, и все на это обращают внимание, что да, он написал заявление, но заявление на время расследования. То есть он не собирается уходить, он считает, что вот этот его поступок все равно оставляет за ним право возглавлять такое учреждение, да, государственное учреждение, один из ведущих государственных украинских банков. Хотя совершенно очевидно, что если ты вчера себя сам не узнавал, поступил так, что ты сам себя якобы не знаешь, был шокирован своими действиями, то, наверное, нужно большой такой цикл психологической реабилитации, все, и воздерживаться от ответственных должностей, где от тебя зависят большие финансовые потоки, судьбы людей и так далее. Это совершенно очевидно. Но он хочет, ну, многие об этом говорят, что будет попытка спустить все на тормоза. Какое-то расследование, которое затянется на черт знает сколько, а потом, смотришь, забыли, вот где-то он там выскочит. Задача журналистской корпорации, какая бы она у нас ни не была, не очень дружная, если уж, что уж там, да, и гражданских активистов, не допустить это. Ну, в том числе, не знаю, там, политической оппозиции. Надо следить за тем, чтобы этого не произошло, чтобы человек за это ответил. Ну, сегодня Министерство внутренних дел опубликовало информацию, что возбуждено, как там, подозрение, да, открыто подозрение, потому что так правильно, как бы, да. Препятствование журналистской деятельности. Это, кстати, уголовная статья, это не административное правонарушение. Да, уголовка там от что-то 200 минимальных зарплат до 5 лет. То есть минимум, это вот 200 минимальных зарплат, которые, я думаю, господин... Евгений Мецгер. Мецгер. Я посмотрю, фамилия у меня вот полетает немецкая. Помнишь, она мясник переводится, а как вот... Это Мецгер, да. Я думаю, что 200 минимальных зарплат для него, это вот один раз в ресторан сходить, это совершенно как бы для него несущественно, да. Ну, а до срока вряд ли дело дойдет, зная нашу правоохранительную систему и связи Евгения Мецгера. Я вам просто напомню, что Украинский банк – это один из основных государственных банков, и в частности, именно через него осуществляется кредитование любимой игрушки президента большого украинского строительства, вот этого вот дорожного. То есть мы понимаем, что это очень непростой человек, с очень непростыми возможностями, его туда поставили недаром. Ну, отдельная тема, что его жена там... Подружка Елены Кровец из квартала 95, ну, и она сейчас работа в наблюдательном совете приватбанка другого государственного банка Украины, там все очень непросто. Вот. Поэтому шансы на то, что здесь будет проявлена какая-то особая принципиальность власти, не следует ожидать. Нужно исходить из худшего, и поэтому давить по максимуму, чтобы было неповадно. На ваш взгляд, не является ли это... Так, сейчас у меня вопрос манипулятивно звучит, да? Ну, вот, смотрите. Есть офшорный скандал, который начали так активно обсуждать, и тут скандал, который перебил офшорный скандал, это нападение на съемочную группу схем. То есть работает сейчас Мецгер, который, с одной стороны, вроде власть позорит, тем, что представитель государственного банка так себя ведет. Либо это сейчас в плюс идет нынешний власть. Да, это не перебивает, это усиливает. Это как раз резонанс. Потому что речь идет, опять-таки, если там в большей степени речь шла о Баканове, как о владельце компании, на которой числятся другие компании, которым принадлежат, там Шефиры выскакивает, там Зеленский выскакивает. То есть там вот эта вот связка Зеленский, Баканов, Шефиры. То есть здесь выскакивает еще один человек Зеленского, который тоже, получается, подсвечивает вот это вот, ну, кумовство, обыкновенное кумовство. Да здравствует Виктор Андреевич Ющенко. То есть это уже новое поколение кумовьев идет. Поэтому нисколько не сглаживает, а лишь подчеркивает. На этом фоне это все начинает играть какими-то красками. Это уже целая появляется такая, ну, объемчик такой, стерео такая. Вот мы можем полюбоваться, как вот это работает. А вот тут вот президент, который жалуется, что при Януковиче нельзя было здесь заниматься бизнесом легально, нужно было выводить денежки через офшоры, ну, правильно говорит, конечно, да, ну, просто два с половиной года уже при власти, и, ну, на большинство, все, ну, наверное, надо было создать какие-то условия, при которых денежки можно было обратно вернуть и другим не выводить, там, и так далее. То есть это вообще не работает, да. Свои люди на сладких местах, которые хамски ведут себя с журналистами, все, это твои люди, ты за них отвечаешь и так далее. К тому же Мецгер работал заместителем у нынешнего главы Национального банка Шевченко. То есть вот оно как-то вот, такое нехорошее слово кубло, но как-то иначе это сложно назвать. Нет, это нисколько не отводит. Это, наоборот, еще раз говорю, подчеркивает, резонирует, ну, и, понятно, оппозиция сейчас резвится, она в полном праве это делать сейчас. В полнейшем. Ну, единственное, что это звучит очень порой смешно, когда... От Петра Порошенко. Да, 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 когда там покончить с олигархами, с офшорами, да, это, конечно, звучит очень смешно, но... Слушайте, Панама Пейпер уже не все помнят, правильно? Это еще какой-то далекий 2016. Ну, Панама Пейпер и не выстрелил. Вообще, у нас, как бы, само по себе, там, слово офшоры, там, и так далее, ну, у нас это не стреляет. И у нас действительно не считается грехом уклонения от налогов. Это общенациональный вид спорта, как бы, да, у богатых так тем более. Все это знают, и, в общем-то, в этом смысле не очень сильно и предъявляют. Есть другое дело, что, ну, опять-таки, украинцев характерно, вот, когда смотришь на этих богатых людей, которые стоят везде своих родственников, это очень неприятно, да, но как только там сменяются команды и появляются новые люди, они занимаются тем же самым. В общем-то, это, к сожалению, вот это вот у нас есть, да. Но, тем не менее, есть ощущение того, что парень, который пришел, сказал, что я буду это все валить, а сам всем этим чудесно пользуется, а оно здесь просто доминирует. И это такой следующий раунд отдаления Зеленского, Зеленского голобородька, Зеленского освободителя от этих вот надоевших политиков, отдаления его от избирателей. Леонид, большое спасибо. С нами был Леонид Швец, политический обозреватель. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Я НГМизеря с вами прощаюсь.